Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев вручил государственные награды федерального и регионального значения. Этот день стал памятным для 53 жителей республики. Почетное звание заслуженной врачи Российской Федерации получили сразу два доктора микрохирургии глаза имени Федорова. Ирина Леонидовна – ведущий специалист в России в области хирургического лечения врожденных рефракционных нарушений у детей. Медиков среди награждаемых было много. Среди них Лариса Ноктева. Она долгое время была главным педиатром Чувашии. Сейчас возглавляет педиатрическую службу президентского перинатального центра. Я рада, что я работаю в педиатрии. Я рада, что мы достигли таких результатов. И я рада за оценку труда врачей-педиатров и моего вклада, скажем так, в педиатрическую службу. Людмила Данькова в сфере культуры работает больше 35 лет. Руководит Домом культуры. Ей помогают односельчане, родные и близкие. И без поддержки районной администрации не обходится. Людмила Данькова к тому же 9 лет занимается развитием внутреннего туризма в селе Тагаево Мариинско-Посадского района. В Стленном доме она организовала национальный гостевой дом-музей. К нам за эти 9 лет приехали гости из 29 стран мира. Мы показываем им сельский обряд, чуварский обряд. Встречаем их хлебом с солью, нашими традиционными блюдами. Показываем всю нашу культуру чуварскую. С высокими государственными наградами всех присутствующих поздравил и председатель госсовета Чувашии Валерий Филимонов. Он отметил, что республика активно развивается, улучшается экологическая обстановка в регионе. Особое внимание уделяется повышению качества жизни населения. И все это благодаря совместной работе жителей Чувашии и органов власти. Орден за заслуги перед Чувашией вручили главе республики. Это награда всех жителей Чувашской республики, которые обеспечивают общественное благо, которые обеспечивают развитие реального сектора экономики. Но и хочу сказать, вспоминая историю, в этой награде практически частицы всех тех людей, которые меня воспитывали. Это и первый учитель, это первые друзья, потом техникум. На заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба в Чувашской республике обсудили задачи на ближайшее время. По статистике, во время новогодних праздников возрастает количество пожаров, случаев обморожения, различных травм. Люди теряют бдительность, поэтому сотрудники правоохранительных органов, силовых ведомств, служб жизнеобеспечения и органов власти должны быть бдительными вдвойне. Глава Чувашия Михаил Игнатьев попросил уделить особое внимание обеспечению бесперебойной работы коммунальной сферы и дорожных служб. Все должны находиться в постоянной готовности и соблюдать алгоритм межведомственного взаимодействия. Обсудили и вопросы антитеррористической безопасности. В 2018 году в Чувашии пройдет около 400 различных официальных спортивных соревнований. Такие планы у Министерства спорта. Задача атлетов подготовиться и быть на высоте. Особенно серьезно предстоит поработать тем, кто защищает спортивную честь России. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с известной биатлонисткой Татьяной Акимовой. Татьяна Акимова – победительница и призер этапов Кубка мира. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира. Сейчас вместе с товарищами по сборной готовятся к зимней Олимпиаде. Независимо от того, под каким флагом выйдет наша команда, все знают, за какую страну они выступают. Я патриот России. Я родилась в России. И думаю, в душе быть русской – это уже очень важно. Мы вообще позитивно настроены. Михаил Игнатьев и Татьяна Акимова обсудили вопросы строительства биатлонного центра в Чебоксарах. Совсем недавно вопрос о принадлежности земли решился в пользу спортсменов. Дмитрий Анатольевич Медведев в расторежении подписал о переводе земель, почему не могли достроить. Это подарок к Новому году всем любителям лыжного спорта, всем любителям биатлона, а тем более, кто уже на профессиональной основе занимается. Ну, это вообще такой хороший подарок. Мы 100 миллионов заложили на следующий год в бюджете. Какие-то средства не хватит. Вот в 2018 году мы реально введем этот объект. Сегодня сотрудники полиции отметили двойной новоселье. Переезд коснется тысячи стражей порядка. Для их работы создали комфортные условия. На строительство зданий выделено более 600 миллионов рублей. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Строительство новых зданий – логическое продолжение реформы МВД. Это, отмечают полиции республики, должно отразиться на качестве работы сотрудников. В административном пристрое более 50 служебных кабинетов. С его вводом решится проблема нехватки мест для личного состава. Новые кабинеты пока пусты. Переехать сюда стражи порядка планируют до конца года. В 11-этажном пристрое разместятся сотрудники шести отделов и руководящий состав. Здесь обустроили большой актовый зал и музей МВД. Дата открытия новых зданий в историю службы будет вписана золотыми буквами, отметил глава региона. Для вас создаются самые лучшие благоприятные условия для служения отечеству. Это говорит о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ведет эффективную свою государственную политику для того, чтобы общественно-политическая ситуация на территории Российской Федерации оставалась стабильной. Мы рассчитываем на вас, уважаемые офицеры, чтобы на самом деле, введя сегодня два объекта, улучшите доверие граждан, жителей Чувашской республики, к правоохранительным органам. В этом оперативном центре все чебоксары как на ладони. Теперь именно сюда будет стекаться картинка с уличных видеокамер. Большой Брат контролирует сотни адресов и помогает управлять экстренными службами. Мы можем любыми средствами, которые у нас существуют сейчас в Чувашской республике, в Чебоксарах, соответственно, мы можем отображать здесь на картах. И, соответственно, руководство, кто осуществляет руководство оперативного штаба, может принимать, соответственно, правильное решение для того, чтобы какие-то чрезвычайные ситуации предотвратить. На то, чтобы возвести административный пристрой, направили порядка 200 миллионов рублей. Еще 400 на строительство здания МВД по улице Дзержинского. Строительство этого здания по улице Дзержинского продолжалось пять лет. Проект сложный. Раньше на этом месте не было ничего, кроме оврага. За счет республиканского и городского бюджета была построена новая дорога и перенесены коммуникации. Именно здесь разместится криминальный блок МВД. В его состав входят сотрудники уголовного розыска, отдела по контролю за оборотом наркотиков и отряд спецназа «Гром». Для тренировок личного состава оборудовали спортивные залы и специальный тир. Первый выстрел за министром. В новые лаборатории переезжают и эксперты-криминалисты. Здесь и специальная техника для изучения состава наркотиков, следов пальцев и распознавания голоса. Ветераны МВД говорят, что раньше о таком приходилось только мечтать. Бедные условия были. Какая там техника была. А тут хочется и хочется работать. Но я уже давно на пенсии. Удивляюсь вот того, что так построили огромнейшее здание и создали такие замечательные условия. Работы на совесть. В этом году Чувашская республика – единственный регион, где были открыты новые здания МВД. Вообще, для преобразования службы за последнее время сделано немало. Недавно была введена в строй и новая ДНК-лаборатория. Мы же только через Казань обследовали. Сегодня практически все органы правопорядка обследуют здесь. Это по фактору времени намного улучшил по сроку следственные процессуальные действия по разным правонарушениям и преступлениям. И в конечном сете решение суда выносится быстрее. То есть мы те денежные средства, которые были выделены гособоронзаказом, они на сегодняшний день освоены. На ближайшие годы намечены работы по строительству нового здания для сотрудников органов безопасности. Дмитрий Ковалев, Ирасиль Мухаммедов, Республика. Смотрены для техники. Сегодня спасатели, пожарные и полицейские выставили на площади республики спецмашины и новейшее оборудование. На вооружение экстренных служб новая техника поступает каждый год. Для того, чтобы эвакуировать людей из высотных зданий, пожарные используют вот такой 50-метровый подъемник. Только благодаря ему были спасены десятки человек. А эти палатки в помощь людям, которые попадают в снежный плен на федеральных трассах. Они способны работать автономно при помощи генератора. Недавнее приобретение МЧС «Аэросани» для эвакуации людей с тонкого льда. Управление этой техникой спасатели осваивали на заводе производители. Приобретали ее с целью оказания помощи рыбакам, которые по тонкому льду вот сейчас выходят на лед. И это незаменимая техника в этом отношении. Есть еще одна амфибия, судно на воздушной подушке. Но именно по тонкому льду, к сожалению, его конструкция просто приходит в негодность. Лед разрезает вот ту тканевую основу, из которой состоит воздушная подушка, и приводит ее в негодность. А это пластиковый корпус, который достаточно уверенно чувствует себя в любых ситуациях. Мы получили новый автомобиль на базе «КамАЗа». Достаточно современная техника по образу и подобию, который у нас есть уже в городе. С насосом «Розенбауэр». Это фирма австрийская, которая производит высококачественное пожарное оборудование. И в 35 еще молодежь. На базе чебоксарского филиала «Ранхикс» прошло обсуждение проекта федерального закона о молодежи и молодежной политике. За круглым столом студенты, лидеры молодежного движения, республики, члены молодежного правительства и общественной палаты. На повестке актуальный вопрос. Обсуждение проекта федерального закона о молодежи и молодежной политике. Сейчас в стране не существует единого закона в этой сфере, поскольку свои нормативные акты в этой области имеют большинство регионов страны. Варьируется и возраст молодежи. В 78 субъектах Российской Федерации законы о молодежной политике не существуют, но та же интерпретация возраста у каждого субъекта своя. Где-то 30, где-то 35, каждый сам подходит. Но мы все понимаем, для дальнейшего развития в единой концепции, в единой системе нужны определенные общие подходы непосредственно. Мы надеемся непосредственно на то, что сама молодежь поможет в разработке данного законопроекта. Почему? Потому что мы как юные государственные служащие и чиновники, куча всего делается для молодежи. Это гранты президента, куча-куча-куча на самом деле всего. Но, с другой стороны, насколько это максимально использует сама молодежь. Новый законодательный проект считает молодежью граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Таким людям будут гарантироваться льготы при поступлении в ВУЗы, приеме на работу, участии в общественной деятельности, а также субсидии на жилье. Участники круглого стола высказали свои предложения по отдельным статьям законопроекта. В частности, все поддержали идею, чтобы увеличить верхнюю возрастную границу до 35 лет. Галина Титарчук, Арена Гавелян, Республика. Еще одно ДТП произошло в Чувашии с участием школьного автобуса. Авария произошла 21 декабря в Алатарском районе. Водитель автомобиля Тойота выехал навстречу и врезался в школьный автобус, перевозивший 19 учеников из соседних сел и деревень в Кувакинскую школу. За медицинской помощью обратилась одна школьница. В связи с указанными обстоятельствами Шумерлинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета, организована и проводится доследственная проверка, в рамках которой предстоит выяснить, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей. В настоящее время в рамках этой проверки проводится необходимое мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки также будут опрошены непосредственные участники и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, а также привлечены специалисты из соответствующих контрольно-надзорных органов. В ближайшее время в целях восстановления тяжести, причиненного вреда здоровью пострадавшей школьнице, в отношении нее будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров на школьном автобусе, а также соблюдение установленных правил пассажирских перевозок детей со стороны образовательного учреждения. Диджей-каток размером в 6000 квадратных метров. Новое пространство для любителей коньков начали готовить в парке Амазония. 23 декабря в субботу откроется самый большой каток столицы Чувашии. Пока его начали заливать. Площадь разделят на два уровня. Один для скоростного уверенного катания, другой для тех, кто только учится стоять на коньках. На льду будут проводить массовые конкурсы и дискотеки с диск-жокеем. Собственно, поэтому он диджей-каток. Откроется в парке Амазония и резиденция главного новогоднего волшебника. Это резиденция Деда Мороза. Соответственно, где Дед Мороз будет встречать гостей, их угощать различными вкусными блюдами, теплыми напитками, согревать. Новогодний праздник в этническом комплексе с аниматорами световым и фаер-шоу начнется в субботу в 15.00. Любители зимних активностей ждут каток, природная горка для катания на тюбинге и лыжная трасса. Новый год – праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Он неразрывно связан с нарядной елкой, подарками, бенгальскими огнями и, конечно, с разными развлечениями. Начиная с этих выходных и во время всех новогодних праздников, жители и гости из столицы Чувашии ждет множество развлечений. Ежедневно с 10 утра и до 8 вечера на московской набережной работает прокат лыж. Кстати, кроме них в прокат можно взять и лыжные велосипеды. Вы не ослышались, на набережной на велосипеде можно кататься и зимой. Сноуборд с кайтом – новое развлечение. По сути, это тот же сноуборд, но в комплекте с воздушным змеем. Всем любителям экстремального отдыха придется по душе и катание на снежном банане. Можно даже поехать на снегоходах через Волгу на левый берег. Кстати, активных горожан уже сейчас можно встретить на набережной. Это общение, это общие интересы, какие-то такие вот семейные тренировки даже мы проводим. И, конечно же, эта ходьба, она сплачивает единомышленников, очень позитивных, активных людей. Самое милое развлечение на московской набережной – катание в упряжке с хаски. Чемпионы различных российских гонок и выставок покатают всех желающих вдоль берега Волги. Наша съемочная группа уже прокатилась. Сюжет об этом смотрите в следующем выпуске программы «Республика». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши».